Ашар Каляусать, Саудовская Аравия, Всероссийский выставочный центр вернул себе былое величие после разрухи 90-х. Тахаб Тальвахид, Ашар Каляусать, Саудовская Аравия. 31 августа 2019 года. После сложных 1990-х годов Всероссийский выставочный центр в Москве восстановил свой культурный, социальный и экономический статус и вернул прежнее название – ВДНХ. Это одно из любимых мест для пеших прогулок жителей Москвы, гостей из других городов России, а также иностранных туристов со всего мира. Сейчас территория ВДНХ заиграла яркими красками. С начала августа там проводятся праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летию выставочного центра. Юбилейная программа продлится до конца первой недели сентября, а на 7 сентября запланировано грандиозное празднование 870-летия со дня основания Москвы. ВДНХ появилась на северо-востоке российской столицы благодаря советской пропаганде экономических достижений. В 1934 году у руководства страны возникла идея организовать юбилейную выставку к 20-летию советской власти, которая отразила бы положительные стороны проведенной в сельском хозяйстве коллективизации. В 1935 году началось строительство, а официальное открытие состоялось 1 августа 1939 года. За 80 лет существования ВДНХ сменило несколько названий, но в памяти советских граждан она и по сей день остается выставкой достижений народного хозяйства. Территория ВДНХ – 325 гектаров, на которых в основном разместились 15 павильонов, посвященных бывшим республикам СССР. Павильон каждой республики отражает национальный колорит и народные традиции. На протяжении десятилетий советского правления ВДНХ была символом для советских граждан. Там они узнавали о достижениях страны в области экономики, искусства и науки. На ВДНХ был открыт павильон «Космос» и установлен памятник космонавту Юрию Гагарину. А с другой стороны территории стоит скульптура «Рабочая колхозница». Памятник представляет собой динамичные фигуры юноши рабочего, держащего в поднятой руке молот, и девушки-колхозницы с серпом. Серп и молот – символы советского государства. Павильоны и территория ВДНХ демонстрировали достижения советской промышленности в каждой из советских республик, а также предлагали гражданам Москвы и гостям столицы насладиться художественными выставками и другими развлекательными мероприятиями. ВДНХ посещали высокопоставленные гости во время визитов в Москву. Побывать на ВДНХ мечтал каждый советский гражданин. После распада Советского Союза в 1991 году ВДНХ потеряла свой статус и значение. Выставка превратилась в коммерческий рынок, а павильоны стали дешевыми торговыми площадями. Торговля и грязь затмили все прекрасное, и интерес официальных органов угас. Но в последние годы территория ВДНХ существенно изменилась в лучшую сторону. Постепенно восстанавливается исторический облик этого выставочного комплекса. Можно сказать, что реальные преобразования начались в 2013 году, когда главная выставка страны была передана в собственность правительству Москвы. Отреставрировали все павильоны бывших советских республик, запретили любую коммерческую деятельность, а также восстановили фонтаны и занялись озеленением территории. В наши дни ВДНХ выглядит как огромная картина, написанная на площади в сотне футбольных стадионов. Ландшафтный парк с фонтанами был создан лучшими советскими специалистами, а российские инженеры смогли вернуть ему исторический облик. Павильоны по-прежнему носят названия советских республик, но вместе с тем демонстрируют последние современные достижения. Ежедневно проводятся разнообразные культурные, художественные и научные мероприятия. Ежегодно ВДНХ посещают более 30 миллионов человек. С начала августа в Москве проходит праздничное мероприятие в честь 80-летия ВДНХ. Количество посетителей главной выставки страны в первые дни празднований превысило 1,5 миллиона человек, а на ее территории по-прежнему полно гостей как днем, так и ночью. Динамическая ночная подсветка ВДНХ снискала любовь посетителей, которые не упускают возможности повеселиться и в позднее время. Ожидается, что 7 сентября станет особым днем в истории ВДНХ. Сейчас ведется масштабная подготовка к праздничным мероприятиям, чтобы одновременно отметить и 80-летие ВДНХ, и 870-летие Москвы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.